В Беларуси услуги такси сегодня оказывают как компании, так и индивидуальные предприниматели. Если идея зарабатывать за рулем своего автомобиля вам близка, для осуществления ее есть два варианта. Первый – стать работником крупной организации перевозчика. Второй – заниматься извозом самостоятельно. Рассмотрим второй вариант. Для этого следует сделать первый шаг – стать индивидуальным предпринимателем, зарегистрировавшись в налоговую инспекцию и выбрать систему налогообложения. Деятельность по услуге такси может осуществлять только индивидуальный предприниматель. Индивидуальный предприниматель, в свою очередь, выбирает самостоятельную систему налогообложения. Налогообложение, соответственно, с нормами налогового кодекса, может быть следующее. Уплата единого налога в фиксированных суммах, которая составляет 110 рублей 40 копеек ежемесячно, а также упрощенная система налогообложения, которая составляет ставку 5% без уплаты НДС, а также 3% с уплатой НДС ежеквартально по итогу выручки. Также у нас еще есть общая установленная система налогообложения с уплатой подоходного налога по ставке 16% по итогу квартала от чистой прибыли. И вот вы уже индивидуальный предприниматель. Имеете автомобили, готовы приступить к работе, но следует знать несколько нюансов, без которых ваша деятельность в случае мониторинга контролирующими органами может оказаться, мягко сказано, под угрозой. Только в 2019 году при проведении контрольных мероприятий установлено 125 правонарушителей в сфере перевозок пассажиров автомобилями такси. Составлено 82 административных протокола, в том числе за незаконную предпринимательскую деятельность, нарушение порядка приема наличных денежных средств, банковских карточек за работу при наличии кассового оборудования, не совмещенного с таксометром. Виновные лица привлечены к административной ответственности в общей сложности на сумму 19 тысяч рублей. 43 гражданина предупреждены о мерах ответственности за нарушение законодательства, значительно единого налога, на общую сумму 8 тысяч рублей. Арестовано 28 транспортных средств на сумму 170 тысяч рублей. Итак, вы законопослушные, работаете через диспетчерскую службу. Вам следует знать следующие правила. Деятельность такси в настоящее время может осуществляться посредством через диспетчерскую службу, а также посредством электронной информационной системы. Если деятельность такси производится через диспетчерскую службу, в таком случае в автомобиле такси в обязательном порядке должен быть установлен кассовый суммурующий аппарат, совмещенный с таксометром. В случае, если таксометр не включен при поездке, в автомобиле такси пассажир вправе не уплачивать за проезд. А также в обязательном порядке должен быть установлен платежный терминал, благодаря которому можно рассчитываться в безналичной форме, благодаря банковским карточкам. По окончанию перевозки водитель автомобиля такси в обязательном порядке должен выдать кассовый чек. Оказание услуг такси через электронную информационную систему предполагает несколько другой алгоритм работы. При заказе автомобиля такси посредством электронной информационной системы в обязательном порядке должен быть выключен кассовый суммурующий аппарат, совмещенный с таксометром. Если кассовый суммурующий аппарат будет включен при заказе такой поездки, это будет нарушение норм. При окончании поездки в обязательном порядке должна быть выдана электронная квитанция. А вот владельцы электронных информационных систем обязаны предоставлять до 20 числа месяца следующего за счетным кварталом информацию о выполнении перевозок в виде электронного документа в налоговую инспекцию по областям и Минску. Выполнив все вышеперечисленные требования, вы сможете заниматься извозом на полных основаниях. Зеленый вам свет в ваших начинаниях.